Добрый вечер дорогие телезрители, среда 19.45 в эфире программа Народный контроль. Я бы хотел начать с небольшого экскурса в наше прошлое. Помните, было время, когда в октябре, в месяце примерно, в некоторых предприятиях и в ноябре, приезжали на предприятия грузовики, которые сбрасывали мешки. И в зависимости от политики, которую проводило руководство предприятия, работников снабжали буквально, чуть ли не насильно, полезное, благое дело, овощами. Было даже такое понятие, получить или нет овощные. И в то время, когда зима якутская наша суровая вступает в свои законные права, очень важно, конечно, обеспечение населения свежими овощами. Не секрет, что торговля и снабжение, поставка овощей, это дело очень такое тонкое, я бы даже сказал, можно сказать, даже геополитичное. Очень многие видят, что южане, торговцы в овощных ларьках, они даже обращаются на нашем родном языке с той целью, чтобы, скажем так, сбыть побольше своего товара. И так уж получилось, что вчера состоялась премьера программы, сделанной в Якутии, которая рассказывала про вторую партию, скажем так, второй вид овощей, которые выращивают в сырдахской теплице на предприятии «Саюри». В этом году предприятие «Саюри» посадило на своих грядках огурцы. И хотелось бы начать сегодняшнюю программу, которую мы так и назвали «Всё своё». Огурцы огурцами очень красиво показали, как они там растут, как их срезают, в ведёрках носят и так далее. Всё шикарно, но не дали, скажем так, попробовать. Кстати, говорят, сегодня Светлана Тайко, моя коллега, сказала, что в магазине «Илин Энер» каждый, кто скажет кодовое определённое слово, получит килограмм. Вы готовы обеспечить тех счастливчиков, которые сказали, произнесли именно это слово? Да, мы завтра должны доставить каждому до адреса. Каждому до адреса. Я предлагаю, давайте мы, вот буквально с утра сегодня росло на грядке, да, можно шпажкой, можно ручками, скажем так, вкусить элемент дегустации. Но Георгию, конечно, не привыкать, отчасти это и его производство. Артур, вкуси плоды конкурентов. Да, мы не конкурируем. Да, и Вячеслав особенно. Ну, молодым людям можно не предлагать, наверное. Я два. Да, абсолютно не страшно. Вот такие вот свеженькие огурчики, которые, сейчас сколько, минус 30 же примерно на улице, да? Да, минус 30 растут на грядках предприятия «Сайюри». Ммм, вообще, изумительно, обалденно, да? Маленькая заминочка в связи с, скажем так, всем. Особенно вот этот аромат, который не передается, жар не передается через эффект телевидения, да? Такой аромат, который летом в теплице, да, заходишь и такой огуречный дух. Хороший такой огуречный дух. Ммм, еще и хруст такой, да? Артур, как эксперт? Давайте начнем с вашего, наверное, комментария, как вам продукция, Сайюрий. Значит, на сегодняшний день, я думаю, у нас в республике, в городе, ну, лучше нет продукции. Лучше нет продукции? Да, на данный момент нет. Потому что у нас привозная в основном продукция, да, а это местная, естественно, свежая и свежая. Вот как изноток, как эксперт. Чем отличаются привозные те же огурцы китайские, да, и, давайте, вот, потребительские такие свойства, которые мы в первую очередь хотели бы рассказать, донести до наших зрителей? Если как эксперт говорить, то, да, я могу сказать то, что китайские огурцы в основном привозят, они скрещенные, да. Там берут стебель огурца и скрещивают с тыквами, ну, кабачками и так далее, потому что корневая с телом намного мощнее. Вот, соответственно, и вкус изменяется огурца. Кстати, у нас, когда работали китайцы, ну, вот, я видел, как это все происходит, это абсолютно нормальный прием, если просто работать больше на урожай, вот. Ну, вкусовые качества, ну, не знаю, для меня лично оставляет желать лучшего, да. Вот, а здесь чистый сорт идет, ну, гибрид, да, без скрещивания, скажем так, вот, вот. Вот, и вкусовые качества сидят, соответственно, да, похож, ну, не похож, а есть настоящего огурца. Настоящего огурца. Да, настоящего. И вчера коллега, опять же, немножко задержалась, конечно, на... Мы не стали сейчас заморачиваться с какими-то там показаниями и так далее, просто отвезли продукцию с Аюри в Роспотребнадзор. И жаль, что нет сравнительной таблицы, вот, китайских образцов овощей, да, и продукции местных производителей. Я Артура Эмма тоже ставлю в пример, поскольку предприятие, можно сказать, один из флагманов по массовости, по ассортименту и так далее, снабжения якутян, жителей города конкретно, жителей города сельхозпродукции. И основные показатели, значит, данные вот ДДТ и его метаболиты, это что? Кто мне скажет? Это пестициды, ну, и у нас их не найдено. Да, я подтверждаю абсолютно слова Тимири Иванова, главного агронома, пестициды в продукции с Аюри при норме не более 0,1, написано, не обнаружено. Дальше, нитраты, норма не более 300 мг на килограмм получается, да, в продукции с Аюри значение составляет 29,7, то есть это получается сколько? Ну, во много раз меньше. В 10 раз примерно, да, в 10 раз меньше содержание нитратов. А кто-нибудь не может сказать вообще в китайской продукции содержание нитратов, какое примерно бывает? Георгий, наверное, или нет? Ну, я не имея фактических данных, не могу голословно говорить, да, и тут дело не только же в нитратах. В продукции могут содержаться вот самые опасные вещества, это вот пестициды, другие химические препараты, которые используются для борьбы с насекомыми, которые используются для того, чтобы продукция могла сохранить свой товарный вид на протяжении, там, месяца. Ну, это очень длинный период для того, чтобы привезти в нашу республику. Понятно, что мы не можем обеспечить перевозку самолетом, везут землей, и, соответственно, с растамаживанием и так далее, ну, наверное, как минимум уходит 2-3 недели, и потом еще оно должно попасть в магазины и продасть. Соответственно, наверное, вот эти вещества являются, ну, не очень хорошим показателем, который негативно влияет на здоровье потребляющего. Ну, не может 3 недели огурец, там, яблоко и так далее, и так далее, а первозданный свой вид сохранить. Согласны с этим, наверное, все. Ну, вот я про прием скрещивания говорил. Кстати, почему и скрещивать? То, что сразу увеличивается срок ранения, транспортабельность и так далее, ну, вкусовые качества. Да и потом, пока везут, соответственно, часть питательных, ну, полезных веществ, ну, как бы исчезает, испаряется. Испаряется. Да. А вот то самое слово из трех букв, да, слово из трех букв, которым нас все пугают, Г, М, О. Вот с этим вот вы сталкивались вообще в практике? У нас в России запрещено использование ГМО растений и ГМО семян, да. Разрешено только, ну, в виде экспериментов, да, ну, специальные институты этим занимаются. Поэтому свежую продукцию наши жители, граждане могут смело кушать, да, просто запрещено выращивать и ввоз семян. А ввозить уже продукцию с использованием, которая взращена уже? А это уже, да, это я уже не знаю. Вот это... Потому что даже та же переработка, она может быть там использована, ГМО, какие-то продукты, например, да, просто не указать там в составе, что использовались такие продукты. Хорошо. Схема реализации. Явно у, скажем так, наших гостей с юга ваша продукция не лежит, Ларька, да, она реализуется через определенную сеть магазинов. Давайте вот про это немного. Где вы продаете ценовую политику? Почему такая ценовая политика? Ну и со всем вытекающим. Ну, у нас в основном это местные торговые точки, которые торгуют местной продукцией. Это магазин «Элина Гер», магазин «Кафе Ёлка», недавно открылся который, магазин «Паярков» и магазины «Якутского кремокомбината». Также на стадии подписания договора по поставке продукции это торговая сеть «Алмаз». Торговая сеть «Алмаз». Дмитрий, в прошлом году многие жаловались на высокую стоимость ваших томатов, да, помидоров. Они говорили, что очень-очень дорогая цена, мы бы купили, да, мы любим наше местное и так далее, но останавливают вот эту вот ценовую политику. На огуречном фронте как обстоят дела? По цене. На данный момент сегодня вообще продукция привозная, например, с Китая, она стоит 240 рублей. Наша цена 250 рублей. 250 рублей. Да, то есть... Вполне конкурентоспособная, да? Люди могут приехать и приобрести огурцы у нас уже с теплицы. Уже с теплицы. Мы, жители города знают, что вообще предприятие «Союз» это некий космос, который не использует грунт, там гидропоника, гидропоника, определенные питательные смеси и так далее, и так далее, да? И вообще все это хозяйство невозможно было бы без определенных мер поддержки, которые вот в лице Алмаз-Эргенбанка осуществляет, вернее, Алмаз-Эргенбанк осуществляет поддержку вот данного проекта. Давайте, Вячеслав, немножко про бизнес-составляющую. Почему вот именно Алмаз-Эргенбанк стал тем, той структурой, которая поддерживает данное направление? Почему огурцы, скажем так? В этой связи политика нашего банка, нашего народного республиканского банка направлена на развитие как бизнеса внутри республики, так и на улучшение качества жизни нашего населения. Если, ну, наш банк, получается, через подобные проекты может оказать существенное влияние на данный показатель, причем, ну, получается, вдвойне. Мы развиваем и производство, и, соответственно, повышаем качество жизни нашего населения в виде вот качественной продукции, которую мы можем предоставлять населению. Поэтому данный проект банкам воспринимается как перспективный, как наш флагман в данной ситуации. И дальнейшее участие в нашем проекте – это уже данная реальность. Мы будем все это развивать. То есть дальнейшее расширение вот этого огуречно-томатно-других видов овощей направления, оно будет всячески поддерживаться Республиканским банком? Конечно же. Тимир, вы обучались Японии, да? Я в прошлом году, сколько ни был в Теплице, там всегда, когда как ни приезжаешь, куча японцев, которые… Им, видимо, очень гордо, то, что их технология позволяет выращивать свежие овощи, овощные культуры, когда за бортом минус 60. Чем вот ваше обучение запомнилось, и что вы нового переняли в качестве того, кто выращивает овощи? Ну, во-первых, это стиль работы японский, и сами технологии, технологии выращивания, в принципе, и способ реализации продукции тоже там очень были хорошо рассказаны. То есть и это вам разжевывали во время обучения, да? Ваша продукция, вот немножко расскажите, вот вы, наверное, как папа с этими огурцами, да? В ближайшее время, скажем так, сможете ли вы обеспечить вот ту же оживающую часть населения свежим огурцами? Ну, это зависит от спроса, а так мы пока все… Пока вот со своей задачей справляется, да? Хорошо. Мы в данном случае, Георгию, наверное, вопрос, да? Есть банк, который поддерживает определенный бизнес-проект, есть определенный рынок сбыта, да? Который включает не только, скажем, предприятия «Союри», но и других сельхозпроизводителей. Как вы думаете, вот налаженный сбыт, это насколько это, какова часть, примерно, какая процентная часть успеха предприятия? Ну, вообще, начнем с того, что есть потребность в свежей продукции, да? Если бы потребностей не было бы, то и необходимости в данном проекте, наверное, не было бы, да? Есть спрос, соответственно, мы сейчас производим овощи, да, вот защищенного грунта. Вообще, вот, если взять в целом по России, то обеспеченность россиян продукцией защищенного грунта на сегодняшний день составляет всего 52%. Все остальное – это импорт. Это раз. Во-вторых, есть норматив потребления овощей гражданами, да, который утвержден институтом питания, мы его существенно не добираем. Что сказывается, ну, на здоровье россиян, вот, якутян, в частности, да, у нас этот уровень гораздо ниже, чем в целом по России. А что говорить по нашему проекту, то при реализации полностью всего проекта, это 3,2 гектара, а 32 тысячи квадратных метров теплиц, то мы закроем примерно 30-35% нашего рынка города Якутска и пригородов. Я считаю, что это одна треть общего рынка – это небольшой объем, и при том, что люди сейчас в последнее время все больше заботятся о своем здоровье, спросом наша продукция будет пользоваться. И с учетом того, что мы будем выращивать не только огурцы, еще будут томаты, зеленые культуры, салаты, там, укроп, лук, ну и так далее, то будет и ассортимент. То есть на сегодняшний день мы реализуем экспериментальную часть нашего проекта, да, сейчас идет проектирование. В следующем году у нас запланировано строительство одного гектара теплиц, и через год, уже в 2019 году, мы уже должны достроить еще два гектара, выйти на 3,2 гектара. Давайте мы примем телефонный звонок нашего телезрителя, говорите в эфире. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Я хочу узнать, в детские учреждения, в детсады доставляется ваша продукция? Если нет, то почему? Давайте я отвечу. На сегодняшний день по договору с муниципальными детскими садами наша компания поставляет продукцию в Саюре. Всего мы поставляем около 40 детских учебных заведений, детских садов, огурцы. В прошлом году мы поставляли томаты, в данный момент мы поставляем огурцы. Когда будут уже введены в строй остальные очереди, будем поставлять полный перечень нашей продукции. Полностью. Для соцучреждений какие-либо льготы есть в ценовой политике? На сегодняшний день у нас договорная цена 250 рублей за килограмм, но мы ориентируемся на контракты, которые были до этого. То есть есть рыночная цена, есть контракты, на основании которых осуществлялись поставки предыдущие годы. Цена была 250, мы ни на рубль ее не увеличили. 250 рублей мы сегодня поставляем детские и дошкольные учреждения. Подытожить хотелось бы завершение первого блока, о котором мы рассказали. Мы во втором блоке перейдем непосредственно вообще к сельскому хозяйству как такому. Вообще ареал Якутска насколько хорошо обеспечивается, в чем проблема и так далее. В этом я жду от вас очень сильной поддержки. Содержание в продукции Саюри каких-либо веществ типа ГМО не обнаружено. Пестицидов не обнаружено. Это подтверждены данные управления Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия. Содержание нитратов при допустимом значении 300 миллиграмм на килограмм составляет 29,7. Все эти данные подтверждают наши участники. И что хотелось бы все-таки спросить напоследок. Дмитрий, местное население, вот Сырдах, Тулагина и так далее, проезжая, скажем так, мимо ваших космических объектов, как реагирует? Ну, очень положительно. Мы тем более поставляем продукцию нашу, в первую очередь, Тулагина-Кильдамский наследок, магазин Аверс. То есть они могут купить в любое время нашу продукцию в своих магазинах. Ну, и население приезжали до этого, когда мы выращивали томаты, прямо в теплицу, приобретали у нас. А не было ли тех желающих, которые могли бы перенять, ну, не перенять опыт, а посмотреть, как по замороженным технологиям, скажем так, выращивается и так далее? То есть обмен, скажем так. Ну, вот, да, после первого, как бы, опыта с томатами, летом было очень много желающих, которые хотели узнать сам проект теплицы, как он сделан, ну, почему в таких условиях можно выращивать и томаты, и зелень, огурцы. Ну, как бы, это коммерческая тайна, мы не можем ее разглашать. Ну, не разглашая коммерческую тайну, я скажу, что технология эта безгрунтовая, используется определенная, скажем так, смесь, ну, базальтовая какая-то, да, смесь? Это питательный раствор, да. Да, который подпитывается питательным раствором, и это позволяет получать, скажем так, максимум урожайности. Ну, это все-таки больше дело специалистов в выращивании овощей. Еще раз хочу сказать, что свежие, ничем не запятнанные, скажем так, и так далее, овощи становятся признаком хорошего вкуса, хорошего тона, да. И неизвестно где, скажем так, неизвестно как хранившуюся и так далее продукцию приобретать к своему личному столу уже становится, ну, своего рода мавитоном. Мы вернемся сразу после рекламной паузы, которая неизбежна, неизбежна, конечно же, на канале НВК Саха. И, опять же, мы сегодня речь ведем о качестве сельхозпродукции, которая выращивается в окрестностях столицы нашей республики. Оставайтесь с нами. Добрый вечер, дорогие телезрители. Среда 19.45 в эфире программа «Народный контроль». Я бы хотел начать с небольшого экскурса в наше прошлое. Помните, было время, когда в октябре, в месяце примерно, ну, в некоторых предприятиях и в ноябре, приезжали на предприятии грузовики, которые сбрасывали мешки. И в зависимости от политики, которую проводило руководство предприятий, работников снабжали буквально, чуть ли не насильно, ну, полезное, благое дело, овощами. Было даже такое понятие, получить или нет овощные. И в то время, когда зима якутская наша суровая вступает в свои законные права, очень важно, конечно, обеспечение населения свежими овощами. Не секрет, что торговля и снабжение, поставка овощей – это дело очень такое тонкое, я бы даже сказал, можно сказать, даже геополитичное. Очень многие видят, что южане, торговцы в овощных ларьках, они даже обращаются на нашем родном языке с той целью, чтобы, скажем так, сбыть побольше своего товара. И так уж получилось, что вчера состоялась премьера программы «Сделано в Якутии», которая рассказывала про вторую партию, скажем так, второй вид овощей, которые выращивают в сырдахской теплице на предприятии «Сайюри». В этом году предприятие «Сайюри» посадило на своих грядках огурцы, и хотелось бы начать сегодняшнюю программу, которую мы так и назвали «Всё своё». Огурцы огурцами очень красиво показали, как они там растут, как их срезают, в ведёрках носят и так далее. Всё шикарно, но не дали, скажем так, попробовать. Кстати говоря, сегодня Светлана Тайко, моя коллега, сказала, что в магазине «Илин Энер» каждый, кто скажет кодовое определённое слово, получит килограмм. Вы готовы обеспечить тех счастливчиков, которые сказали, произнесли именно это слово? Да, мы завтра должны доставить каждому до адреса. Каждому до адреса. Я предлагаю, давайте мы, вот буквально с утра сегодня росло на грядке, да, можно шпажкой, можно ручками, скажем так, вкусить. Элемент дегустации. Но Георгию, конечно, не привыкать. Отчасти это и его производство. Артур, куси плоды конкурентов. Мы не конкурируем. Да, и Вячеслав особенно. Ну, молодым людям можно не предлагать, наверное. Я два. Да, абсолютно не страшно. Вот такие вот свеженькие огурчики, которые... Сейчас сколько? Минус 30 же примерно на улице, да? Да. Да, минус 30 растут на грядках предприятия «Сайюри». Ммм, вообще, изумительно, обалденно, да? Маленькая заминочка в связи с, скажем так, всем. Особенно вот этот аромат, который не передается, жар, не передается через эффект телевидения, да? Такой аромат, который летом в теплице, да, заходишь, и такой огуречный дух. Хороший такой огуречный дух. Еще и хруст такой, да? Артур, как эксперт? Давайте начнем с вашего, наверное, комментария, как вам продукция, Сайюри. А, значит, на сегодняшний день, я думаю, у нас в республике, в городе, ну, лучше нет продукции. Урца, да. Лучше нет продукции? Да, вот на данный момент нет. Потому что у нас привозная в основном продукция, да, а это местная, естественно, свежая и свежая. Вот как измоток, как эксперт, чем отличаются привозные те же огурцы китайские, да, и, давайте, вот потребительские такие свойства, которые мы в первую очередь хотели бы рассказать, донести до наших зрителей? А, если как эксперт говорить, тогда я могу сказать то, что китайские огурцы в основном привозят, они скрещены, да. Там берут стебель огурца и скрещивают с тыквами, ну, кабачками и так далее, потому что корневая стеба намного мощнее. Вот, соответственно, и вкус изменяется огурца. Кстати, у нас, когда работали китайцы, ну, я видел, как это все происходит, это абсолютно нормальный прием, если просто работать больше на урожай. Вот, ну, вкусовые качества, ну, не знаю, для меня лично оставляет желать лучшего, да. Вот, а здесь чистый сорт идет, ну, гибрид, да, без скрещивания, скажем так, вот, вот, и вкусовые качества сидят, соответственно, да, похож, ну, не похож, а есть настоящего огурца. Настоящего огурца. Да, настоящего огурца. И вчера коллега, опять же, немножко задержалась, конечно, на... Мы не стали сейчас заморачиваться с какими-то там показаниями и так далее, просто отвезли продукцию в Союре, в Роспотребнадзор. И жаль, что нет сравнительной таблицы вот китайских образцов овощей, да, и продукции местных производителей. Я Артура Эмма тоже ставлю в пример, поскольку предприятие, можно сказать, один из флагманов по массовости, по ассортименту и так далее, снабжения якутян, жителей города конкретно, жителей города сельхозпродукции. И основные показатели, значит, данные вот ДДТ и его метаболиты. Это что? Кто мне скажет? Это пестициды, ну, и у нас их не найдено. Да, я подтверждаю абсолютно слова Тимири Иванова, главного агронома. Пестициды в продукции Союри при норме не более 0,1, написано, не обнаружено. Дальше, нитраты. Норма не более 300 миллиграмм на килограмм получается, да. В продукции Союри значение составляет 29,7. То есть это получается сколько? Ну, во много раз меньше. В 10 раз примерно, да. В 10 раз меньше содержание нитратов. А кто-нибудь не может сказать вообще в китайской продукции содержание нитратов, какое примерно бывает? Георгий, наверное, или нет? Ну, я не имея фактических данных, не могу голословно говорить, да. И тут дело не только же в нитратах. В продукции могут содержаться вот самые опасные вещества. Это вот пестициды, другие химические препараты, которые используются для борьбы с насекомыми, которые используются для того, чтобы продукция могла сохранить свой товарный вид на протяжении месяца. Ну, это очень длинный период для того, чтобы привезти в нашу республику. Понятно, что мы не можем обеспечить перевозку самолетом, везут землей. И, соответственно, с растамаживанием и так далее, ну, наверное, как минимум уходит 2-3 недели. И потом еще оно должно попасть в магазины и продаться. Соответственно, наверное, вот эти вещества являются не очень хорошим показателем, который негативно влияет на здоровье потребляющего. Ну, не может 3 недели огурец, там, яблоко и так далее, и так далее, а первозданный свой вид сохранить. Согласны с этим, наверное, все. Ну, вот я про прием скрещивания говорил. Кстати, почему скрещивают, то, что сразу увеличивается срок ранения, транспортабельность и так далее, ну, вкусовые качества. Да и потом, пока везут, соответственно, часть питательных, полезных веществ, ну, как бы исчезает, испаряется. Испаряется. Ага. А вот то самое слово из трех букв, да? Слово из трех букв, которым нас все пугают. Г, Н, О. Вот с этим вы сталкивались вообще в практике? У нас в России запрещено использование ГМО-растений и ГМО-семян, да. Разрешено только в виде экспериментов, да. Ну, специальные институты этим занимаются. Поэтому свежую продукцию наши жители, граждане могут смело кушать, да. Просто запрещено выращивать и ввоз семян. А ввозить уже продукцию с использованием, которая взращена уже. А это уже, да, это я уже не знаю. Вот это... Потому что даже та же переработка, она может быть там использована, ГМО, какие-то продукты, например, да. Просто не указать там в составе, что использовались такие продукты. Хорошо. Схема реализации. Явно у, скажем так, наших гостей с юга ваша продукция не лежит, Ларька, да. Она реализуется через определенную сеть магазинов. Давайте вот про это немного. Где вы продаете ценовую политику? Почему такая ценовая политика? Ну, и со всем вытекающим. Ну, у нас в основном это местные торговые точки, которые торгуют местной продукцией. Это магазин «Элина Гер», магазин «Кафе Ёлка», недавно открылся который, магазин «Поярков» и магазин «Якутского хремокомбината». Также на стадии подписания договора по поставке продукции это торговая сеть «Алмаз». Торговая сеть «Алмаз». Дмитрий, в прошлом году многие жаловались на высокую стоимость ваших томатов, да, помидоров. Они говорили, что очень-очень дорогая цена, мы бы купили, да, мы любим наше местное и так далее, но останавливают вот эту вот ценовую политику. На огуречном фронте как обстоят дела по цене? На данный момент сегодня вообще продукция, привозная, например, с Китая, она стоит 240 рублей. Наша цена 250 рублей. 250 рублей? Да, то есть... Вполне конкурентоспособная, да? Люди могут приехать и приобрести огурцы у нас уже с теплицы. Уже с теплицы. Мы, жители города, знают, что вообще предприятие «Союз» — это некий космос, который не использует грунт, там гидропоника, определенные питательные смеси и так далее, и так далее. И вообще все это хозяйство невозможно было бы без определенных мер поддержки, которые вот в лице «Алмаз-Эргенбанка» осуществляет, вернее, «Алмаз-Эргенбанк» осуществляет поддержку данного проекта. Давайте, Вячеслав, немножко про бизнес составляющую. Почему вот именно «Алмаз-Эргенбанк» стал тем той структурой, которая поддерживает данное направление? Почему огурцы, скажем так? В этой связи политика нашего банка, нашего народного республиканского банка направлена на развитие как бизнеса внутри республики, так и на улучшение качества жизни нашего населения. Если наш банк, получается, через подобные проекты может оказать существенное влияние на данный показатель, причем, ну, получается, вдвойне. Мы развиваем и производство, и, соответственно, повышаем качество жизни нашего населения в виде вот качественной продукции, которую мы можем предоставлять населению. Поэтому данный проект банкам воспринимается как перспективный, как наш флагман в данной ситуации. И дальнейшее участие в нашем проекте – это уже данная реальность. Мы будем все это развивать. То есть дальнейшее расширение вот этого огуречно-томатно-других видов овощей направления, оно будет всячески поддерживаться республиканским банком? Конечно же. Тимир, вы обучались Японии, да? Я в прошлом году, сколько ни был в Теплице, там всегда, когда как ни приезжаешь, куча японцев, которые… им, видимо, очень гордо, то, что их технология позволяет выращивать свежие овощи, овощные культуры, когда за бортом минус 60. Чем вот ваше обучение запомнилось и что вы нового переняли в качестве того, кто выращивает овощи? Ну, во-первых, это стиль работы японский. И сами технологии, технологии выращивания. В принципе, вот… И способ реализации продукции тоже там очень были хорошо рассказаны. То есть и это вам разжевывали? Да. Во время обучения, да? Ваша продукция, вот немножко расскажите, вот вы, наверное, как папа с этими огурцами, да? В ближайшее время, скажем так, сможете ли вы обеспечить вот ту же овощую часть населения свежими огурцами? Ну, это зависит от спроса. Ну, а так мы пока все закрываем. Пока вот со своей задачей справляетесь, да? Хорошо. Мы в данном случае, Георгию, наверное, вопрос, да? Есть банк, который поддерживает определенный бизнес-проект, есть определенный рынок сбыта, да, который включает не только, скажем, предприятия Союри, но и других сельхозпроизводителей. Как вы думаете, вот налаженный сбыт, это… Насколько это, какова часть, примерно, какая процентная часть успеха предприятия? Ну, вообще, начнем с того, что есть потребность в свежей продукции, да? Если бы потребности не было бы, то и необходимости в данном проекте, наверное, не было бы, да? Есть спрос, соответственно, мы сейчас производим овощи, да, вот защищенного грунта. Вообще, вот, если взять в целом по России, то обеспеченность россиян продукции защищенного грунта на сегодняшний день составляет всего 52%. Все остальное – это импорт. Это раз. Во-вторых, есть норматив потребления овощей гражданами, да, который утвержден институтом питания. Мы его существенно не добираем, что сказывается, ну, на здоровье россиян, вот, якутян, в частности, да, у нас этот уровень гораздо ниже, чем в целом по России. А что говорить по нашему проекту, то при реализации полностью всего проекта, это 3,2 гектара, а 32 тысячи квадратных метров теплиц, то мы закроем примерно 30-35% нашего рынка города Якутска и пригородов. Я считаю, что это одна треть общего рынка – это небольшой объем, и при том, что люди сейчас в последнее время все больше заботятся о своем здоровье, спросом наша продукция будет пользоваться. И с учетом того, что мы будем выращивать не только огурцы, еще будут томаты, зеленые культуры, салаты, там, укроп, лук, ну, и так далее, то будет и ассортимент. То есть на сегодняшний день мы реализуем экспериментальную часть нашего проекта, да, сейчас идет проектирование. В следующем году у нас запланировано строительство одного гектара теплиц, и через год, уже в 2019 году, мы уже должны достроить еще 2 гектара, выйти на 3,2 гектара. Давайте мы примем телефонный звонок нашего телезрителя, говорите в эфире. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Я хочу узнать, в детских учреждениях детсады доставляется ваша продукция? Если нет, то почему? Давайте я отвечу. На сегодняшний день по договору с муниципальными детскими садами наша компания поставляет продукцию в Саюре. Всего мы поставляем около 40 детских учебных заведений, детских садов, огурцы. В прошлом году мы поставляли томаты, а в данный момент мы поставляем огурцы. Когда будут уже введены в строй остальные очереди, будем поставлять полный перечень наших продукций. Полностью. Для соцучреждений какие-либо льготы есть в ценовой политике? На сегодняшний день у нас договорная цена 250 рублей за килограмм. Но мы ориентируемся на контракты, которые были до этого. То есть есть рыночная цена, есть контракты, на основании которых осуществлялись поставки предыдущие годы. Цена была 250, мы ни на рубль ее не увеличили. 250 рублей мы сегодня поставляем в детские и дошкольные учреждения. Подытожить хотелось бы завершение первого блока, о котором мы рассказали. Мы во втором блоке перейдем непосредственно вообще к сельскому хозяйству как такому. Вообще ареал Якутска насколько хорошо обеспечивается, в чем проблема и так далее. В этом я жду от вас очень сильной поддержки. Содержание в продукции Саюри каких-либо веществ типа ГМО не обнаружено. Пестицидов не обнаружено. Это подтверждены данные управления Роспотребнадзора по республике Саха-Якутия. Содержание нитратов при допустимом значении 300 миллиграмм на килограмм составляет 29,7. Все эти данные подтверждают наши участники. И что хотелось бы все-таки спросить напоследок. Дмитрий, местное население, вот Сырдах, Тулагина и так далее, проезжая, скажем так, мимо ваших космических объектов, как реагирует? Очень положительно. Мы тем более поставляем продукцию нашу в первую очередь Тулагина-Кильдамский наследок, магазин Аверс. То есть они могут купить в любое время нашу продукцию в своих магазинах. Ну и население приезжали до этого, когда мы выращивали томаты, прямо в теплицу, приобретали у нас. А не было ли тех желающих, которые могли бы перенять, ну не перенять опыт, а посмотреть, как по замороженным технологиям, скажем так, выращивается и так далее? То есть обмен, скажем так. Ну вот даже после первого как бы опыта с томатами, летом было очень много желающих, которые хотели узнать сам проект теплицы, как он сделан, ну почему в таких условиях можно выращивать и томаты, и зелень, огурцы. Ну как бы это коммерческая тайна, мы не можем ее разглашать. Ну не разглашая коммерческую тайну, я скажу, что технология эта безгрунтовая, используется определенная, скажем так, смесь, ну базальтовая какая-то смесь. Питательный раствор, да. Которая подпитывается питательным раствором, и это позволяет получать, скажем так, максимум урожайности. Ну это все-таки больше дело специалистов в выращивании овощей. Еще раз хочу сказать, что свежие, ничем не запятнанные, скажем так, и так далее, овощи становятся признаком хорошего вкуса, хорошего тона. И неизвестно где, скажем так, неизвестно как хранившуюся и так далее продукцию приобретать к своему личному столу уже становится своего рода мавитоном. Мы вернемся сразу после рекламной паузы, которая неизбежна, неизбежна, конечно же, на канале НВК Саха. И опять же мы сегодня речь ведем о качестве сельхозпродукции, которая выращивается в окрестностях столицы нашей республики. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами.